Проект молодых астрономов Казанского федерального университета 19 мая получил молодежную премию Республики Татарстан. Разработка поможет сделать полеты на Луну более безопасными. В рабочую группу проекта входят аспиранты КФУ Алексей Андреев и Артур Зигидулин. Их научным руководителем является профессор Института физики Юрий Нефедьев, а также старший преподаватель кафедры астрономии и космической геодезии Владимир Усанин и научный сотрудник Мария Сергеенко. Но в России самая сейчас такая вот развитая школа по исследованию Луны как раз находится в Казани. И проект, он взял свое начало не сегодня, не вчера, а очень-очень еще в давние времена, потому что целая плеяда очень знаменательных ученых занималась исследованием Луны в Казанском университете. До сих пор эта школа жива и она работает. И вот эти молодые ребята, которые являются в настоящее время аспирантами, продолжатели исследований. Научные результаты астрономов Казанского федерального университета позволят осуществлять посадку космического корабля с наибольшей точностью. Дело в том, что при неточных координатах посадки высок риск попадания в опасные зоны, и в таком случае корабль может разбиться. Мы создали такую программу, с помощью которой можно ввести интересующие нас координаты на Луне. И по координатам тех объектов, которые у нас находятся в базе данных, мы можем вычислить с достаточно высокой точностью координаты требуемой точки. В настоящее время это имеет довольно большое значение, поскольку эллипс при лунении, то есть если космический аппарат будет совершать посадку на Луну, эта зона посадки, она достаточно большая. Эллипс при лунении составляет 15 на 8 километров. То есть это вот такая большая зона. И в результате выполнения нашей работы можно увеличить точность посадки космического аппарата до десятков метров. Программа исследований включает в себя исследование рельефа Луны, исследование ее внутреннего строения, изучение тонких эффектов колебаний спутника и другие. Результаты и Загидулина, и Андреева, они уже включены в нашу работу с Роскосмосом. Мы осуществляем Казанский федеральный университет, госконтракт с Роскосмосом, который как раз нацелен на создание такой системы. Диана Желенкова, Универниус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова